Святитель Иоанн Златоуст говорит в беседе на слово на Новый год о приметах дней. Огорчает меня нечестие тех, которые наблюдают дни, гадают и думают, что если первый день Нового года и этого месяца они проведут в удовольствие и веселье, то и весь год будут проводить так же. Разве ты не слыхал, что говорит Павел? Наблюдайте дни, месяцы, времена и годы. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у вас? Галатам 4 глава 10-11 стихи. И крайне безумно по одному дню, если бы он был и счастлив, ожидать того же в продолжении целого года. И не только от безумия, но от дьявольского внушения происходит такое суждение, чтобы не собственной деятельностью и усердию, но круговращением дней предоставлять дела нашей жизни. Счастлив для тебя будет год во всем не тогда, когда ты напьешься пьяным в первый день, но когда и в первый, и в каждый день будешь делать угодное Богу. День бывает худ или хорош не по своему свойству, ибо день от дня ничем не разница, но по нашему усердию или нерадению. Если ты сделал добро, то день для тебя хорош, а если ты согрешил, то он худ и мучителен. Если ты будешь так рассуждать и так располагать собою, совершая каждый день молитвы и милостыни, то весь год будет для тебя счастлив. Если же станешь сам не родитель добродетеля, а душевного счастья своего ожидать от начала месяцев и счета дней, то не будет у тебя ничего доброго. Это знает дьявол, и потому, стараясь остановить наши подвиги и добродетели, и потушить душевное усердие, научил приписывать дням и счастье несчастья. Ибо кто убежден, что день бывает худ или хорош, тот ни в худой день не станет заниматься добрыми делами, думая, что все делал бы он напрасно и ни от чего не получал бы пользы по необходимому свойству дня. Ни в хороший день опять не стал бы заниматься этим, думая, что собственное его нерадение нисколько не повредит ему по счастливому свойству дня всего. И таким образом, в том и другом случае, он лишится своего спасения и, считая труды свои то бесполезными, то излишними, будет жить в бездействии и нечестии. Итак, зная это, мы должны избегать козни дьявола, отвергнуть такое суждение, не наблюдать дней, не отвращаться одного и любить другой. Злой бес строит такие козни для того, чтобы не только вергнуть нас в нерадение, но и оклеветать дела Божии. Желая вовлечь души наши и в несчестие, и вместе в нерадение. Но мы должны остерегаться и ясно знать, что нет зла, кроме греха, и нет блага, кроме добродетели и угождения Богу. Радость бывает не от пьянства, но от духовной молитвы, не от вина, но от назидательного слова. Вино производит бурю, а слово тишину. То причиняет шум, а это прекращает смятение. То помрачает ум, а это просвещает и помраченный ум. То привлекает скорби, которых не было, а это прогоняет и те, которые были. Ибо обыкновенно ничто так не производит благодушие и радость, как наставление любомудрие. Презирать благо настоящее, стремиться к будущим, не считать постоянным ничто человеческое, ни богатства, ни власти, ни почести, ни услуги. Если ты будешь так любомудрствовать, то не станешь терзаться завистью, когда увидишь кого-нибудь богатым. И не потеряешь духа от бедности, когда впадешь в бедность. И таким образом можно постоянно праздновать. Христианин должно праздновать не в известные месяцы, не в первые дни месяца и не в воскресные дни, но во всю жизнь проводить в приличном ему праздновании. Какое же приличное ему празднование? Апостол Павел говорит. Итак, если у тебя чиста совесть, то ты имеешь постоянный праздник, питаясь добрыми надеждами и утешаясь упованием будущих благ. Равно как если ты не спокоен в душе и виновен во многих грехах, то и при бесчисленных праздниках и торжествах тебе нисколько не лучше плачущих. Что мне в светлом дне, когда душа моя помрачена смущением совести? Если же ты хочешь получить пользу и от первого дня месяца, то поступай так. Когда ты увидишь конец года, то возблагодари владыку, что он ввел тебя в такое круговращение годов. Сокрушись сердцем, исчисли времена твоей жизни, скажи самому себе, дни текут и проходят, годы оканчиваются. Большую часть купли мы уже совершили, а что сделано нами доброго? Неужели отойдем мы отсюда без всего, без всякой правды? Суд при дверях, жизнь наша уже клонится к старости. Так любо мудрствую при начале месяцев, об этом вспоминая при круговращении годов, станем помышлять о будущем дне, дабы и о нас кто-нибудь не сказал того же, что сказано у пророка об иудеях, и погубил дни их в суете и лета их в смятении. Псалом 77, 33 стих. Тот праздник, о котором говорю я постоянный, не ожидающий круговращения годов, и неограничимыми днями могут праздновать одинаково и богатый, и бедный, потому что здесь не в деньгах нужны и не богатство, а одна добродетель. Ты не имеешь денег, но имеешь страх Божий. Это сокровище лучше всех денег, неистощимое, неизъяснимое, неисчерпаемое. Посмотри на небо. Небо-небес, землю, море, воздух, роды животных, разнообразные растения, на весь род человеческий. Представь ангелов, архангелов, высшие силы, вспомни, что все это богатство твоего владыки. Быть не можешь, чтоб слуга столь богатого владыки был беден, если Господь его милостив к нему. Наблюдать дни – дело не христианского любомудрая, но языческого заблуждения. Ты приписан к Вышнему Граду, принят тамошнее гражданство, вступил в общество ангелов, где нет света, сменяемого тьмою. Не дня, оканчивающаяся ночью, но постоянно день, постоянно свет. Туда будем смотреть непрестанно. Горнего ищите, говорит апостол. Где Христос сидит, одесную Бога? Колосевам 3 глава 1 стих. У тебя нет ничего общего с землею, где есть течение солнца, круговращение и дни. Но если ты хочешь жить хорошо, ночь бывает для тебя днем, напротив, для живущих в распустые пьянства и невоздержания и денег обращается в мрачную ночь. Не потому, что меркнет солнце, но потому, что ум омрачается пьянством. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.